Аллилуйя, Аллилуйя, эфир, эфир, прямой эфир, слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Аллилуйя, да, братья и сестры, всех приветствую и благоставляю Ивнем Господнем, Слава Богу, извиняюсь за задержку эфира на 8 минут, сегодня задержался я, сейчас провожал братьев, сегодня было очень хорошее общение, епископ Кифа был у меня в гостях, брат Сергей приезжал, священник, и вот общались как раз мы. Ну вот, слава Богу, прямо вот проводив их, сейчас вот до метро довел, метро лесовая здесь, метро лесная, вот, и сразу в эфир, вот, с братьями вот так вот попрощался, вот, они поехали во Львов, сейчас вот на автобусе, на автобус они, и поедут автобусом до Львова, вот. Так что, с Кифой сегодня было очень хорошее общение, записали мы видео, в общем-то, очень даже мне понравилось самообщение, даже не то слово понравилось, нет. Правильнее сказать, Бог очень сильно себя проявлял в этом общении, и я восхищаюсь Господом, Богом Всемогущим, который вот на протяжении сегодняшнего дня в этом общении, в молитвах, Он действительно, так, показывал, будем так говорить, или подтверждал чудесами и знамениями своими наше общение, благоставлял своим святым присутствием, слава Богу. И вот прямо сейчас, буквально вот с порога, забежав сюда, в квартиру, начинаю эфир, слава Богу, всех приветствую, благоставляю именем Господнем, кто подключается, кто подключился, всех благоставляю. Пусть Господь, Иисус Христос наш, Спаситель, прославится в сегодняшнем этом эфире, и я так очень так быстро набрал сейчас вот слова этого эфира, заголовком таким, названием, Иисус Христос, Господь, Бог и Спаситель, Аминь. Ох, спасибо Тебе, Господь, спасибо за этот эфир, за братьев, сестер, за всех, кто подключается, и те, кто будет смотреть это потом в записи уже, Боже, благоставляй, благостави всех нас, Боже, без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобой, Господь, сможем сделать все. Боже, Боже, благостави нас сегодня, и Тебе слава за все, вечный наш Бог, хвала, хвала, хвала Тебе, слава, слава и хвала, Аллилуйя. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Боже наш, благодарим Тебя, Господь, за милость и благость Твою. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни податель, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверной, и спас благой души наши. Слава Богу. Загружать как раз и сослужений, и вот с молитв, рассуждений, таких общений братских. И сегодня я загружал видео, те, что записал утром рано здесь в парке. Парк Киото, здесь на левом берегу, между станцией метро Черниговская и Лесова. Хороший, очень красивый парк, посвященный культурной столице Японии, городу Киото. Люблю очень это место, очень полюбил здесь прогуливаться, молиться, общаться с Господом. Вот, и записываю иногда такие видео, сюжеты, видео какие-то, слово проповедь, какое-то наставление, пророчество. Стараюсь все это записывать. И сегодняшние сюжетики, которые я записал, сегодняшнее видео, пять, по-моему, я таких коротких видео записал, они посвящены Дню Благодарения. Потому что, да, последний четвертый ноября, да, четвертый четвертый ноября, он посвящен Дню Благодарения. В США это вообще даже государственный праздник. Но так или иначе, все верующие понимают, настоящие, если по-правду, что мы верующие, не по-нарошку, по-правду, что мы, если верующие люди, то понимают, что нам есть всегда за что Бога благодарить, за все, за все. Благодарим Господа. Вот, и, знаете ли, сегодня вот молясь утром здесь вот в Киото, в этом парке, благодарил Бога за милость, за спасение, за исцеление, преломление хлеба, но это ранним утром было еще, преломляя хлеб. Сегодня тоже вечером, вот то у меня была ранняя литургия, такая Евхаристия, сейчас вечером будет поздний уже, вот, тоже хлебопреломление, причастие, Евхаристия. Вот, и, знаете ли, рассуждаю о теле и крови Христа, это очень, ну, такое благочестивое для христианина рассуждение, вот, благочестивое, правильное рассуждение, которое практикую сейчас я, как христианин, это действительно рассуждать по тому, как написано, по Слову Божьему, что Иисус Христос, Он не только простил наши грехи, не только пролил свою кровь за наши грехи, не только Его тело было ломимо ради грехов наших, да, Он взял на Себя наши грехи, но Он также взял на Себя наши и болезни, и немощи. Знаете ли, ведь многие, к сожалению, не рассуждают достойно о теле и крови Христа, поэтому и немало болеют, многие немало умирают, к сожалению, не рассуждая о теле Господнем достойно, справедливо. Знаете ли, многие очень христиане по сей час, по сей день уверены, что Христос взял грехи наши на Себя, но фактически мало кто думает, мало кто размышляет из современных христиан о том, что ведь так же, как и грехи ненавистны Богу человеческие, так же Богу ненавистны и болезни, и немощи, и всякого рода проклятия, беззакония. Знаете ли, и Христос понес на Себе все это, и наши болезни, и наши грехи, и наши проклятия, и наши, знаете ли, немощи даже все наши, Он понес на Себе, и тем самым показав, что это есть дела дьявола, что это есть действительно то, что Он пришел разрушать. Разрушать не просто, знаете ли, даже учением. Да, Он говорил тоже об исцелении, но Он и демонстрировал это исцеление. Он являл Бога, живого на этой земле, Христос в своей земной жизни, я имею в виду. Но воскреснув из мертвых и вознесшись на небеса, Он во все дни до скончания века с нами. И где сегодня Христос? Он в моем сердце. Он в сердцах миллионов и миллионов верующих по всему лицу земли. Он сегодня среди народа своего. Он благоставляет всех нас, собирающихся, даже если двое или трое собираются во имя Его, то Он говорит, я посреди них. Во всей своей полноте, во всем разнообразии, многообразии, во всей своей благости и милости Он среди нас. Слава, Господи! Слава Тебе за все! Благодарю Тебя, Боже! И этот эфир благослови, Господь! Аминь! Да, вот сейчас тоже, да. Говорите, приветствую, ты, Ирина. Приветствую, да, Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу. Скажите, пожалуйста, как у вас с поездкой? Мне вот еще вчера хотела позвонить. Вы там говорили, что вы уезжаете назад в Россию. А, ну пока еще я здесь, в Киеве. Давайте это попозже, сейчас прямой эфир идет. Я думал, как раз по поводу эфира. Все, извините, нет, не буду отвлекать. Нет, все, все, все хорошо. И помолимся, как раз сейчас тоже за вас, тоже благословим вас. Аминь. Я позвоню вам тогда позже или завтра. Да, давайте уже завтра тогда позвонимся, да. Да, хорошо. Добренько, да, с Богом, с Богом. Слава Богу. Да, благословляю Елену, Володю, благословляю всех братьев, сестер, с церкви, потому что люди действительно переживают друг за друга, молятся друг за друга. Это благочестиво, это очень хорошо, это здорово. Я думаю, Бог очень сильно благословляет нас, молящихся друг за друга. Один за одного мы, когда действительно мы, как братья и сестры, в молитве, в общении этом благословенном. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. За братство, слава Богу. За церковь Бога живого. Из живых душ. Дамы и господа. И вот я заглавил это видео, эфир прямой. Иисус Христос, Господь, Бог и Спаситель. Аминь. Вот и сегодня вся слава Иисусу Христу в этом эфире. Он сегодня в этом эфире главный среди нас. И вот вы меня видите сейчас говорящего, да, значит, слышите меня. Где бы вы ни были сейчас, знаете, что Иисус Христос – это Господь, Бог и Спаситель. И возблагодарим Бога в этот день благодарения. Возблагодарим Бога за Иисуса Христа. За Духа Святого Утешителя. За спасение, за дар вечной жизни во Христе Иисусе. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И действительно, если в Старом Завете, как мы его называем, Ветхом Завете, говорило, и будет, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, то ныне, в это время благодати, в эту же эпоху благодати, двухтысячелетнюю, знаете ли, уже без этого и будет. Уже и есть уже. Уже это и есть. Слава Богу. Спасибо, Господи. Спасибо. Благослови, Боже, сегодня всех нас. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. 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 Благословляю всех вас, братья и сестры. И сам Господь Иисус. Он действительно сказал, уходя, Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. То есть и сегодняшним днем Он тоже с нами. Во все дни. Нет такого дня на земле, вот за эти два тысячелетия, когда бы Иисус не был бы с нами. Он действительно с нами. Он действительно в нас, верующих, и среди нас. Два тысячелетия, дамы и господа, братья и сестры, созидается Третий Храм. Мы живем в благословеннейшую эпоху Великого Третьего Храма, который уже даже на сегодняшний день, можно констатировать факт, что превзошел Он во всем Своем великолепии и славе все предыдущие два храма. Если можно так выразиться, два. Потому как первый мы вспоминаем благословенный храм, тот, который Соломон построил. Потом Он был по грехам нашим разрушен. Потом было покаяние, обращение народа, возвращение, покаяние, чува, восстановление храма. И ко времени пришествия Мессии, к началу нашей эры, этот храм был очень красиво украшен, благоустроен. Так, что люди удивлялись и говорили, да, это чудо, действительно, чудо, Божье чудо, великолепный храм, тонны золота, серебра украшали этот храм. Он блистал в великолепии. Но, однако же, чем больше украшался этот храм внешне, сегодня уже на расстоянии тысячелетий, это можно констатировать однозначно. Но тем меньше и меньше в нем было правды, истины. И, к сожалению, многие, не буду о плохом, но тот храм, он был великолепен. Но Мессия сказал такие слова, когда Ему ученики показали на эти здания храма, показали Ему на все это великолепие, чтобы еще раз и еще раз Иисус, как учитель, сказал бы, да, вот это да, здорово, великолепно, слава Богу, Баруха Шем, благословенное имя Господне. Но Мессия в этот раз удивил учеников. Он сказал, видите все эти камни, видите эти здания, видите все это? Да, конечно. Мессия сказал, Христос сказал такие слова. Все это будет разрушено, камня на камне не останется. Вообще, события дальнейшие показали действительно правдивость слов Мессии. Слова Христа исполнились буквально, камня на камне не осталось, все было разрушено. Дамы и господа, братья и сестры. Но в этом, как ни странно, были не только суды Божьи для того поколения, но и также в этом была милость Божья, милость Господня. Какая милость? В чем милость заключалась? Неужели в том, что храм был разрушен? Да. Милость была в том, что новый храм стал созидаться. Великий храм в Господе, который назван в Новом Завете телом Мессии, телом Иисуса Христа. Слава Богу. Спасибо всем за сообщения, за молитвы, за поддержку. Слава Богу, я получаю сообщения. И смс-сообщения получал сегодня тоже. Благодарю Бога за всех вас, дорогие друзья. Вот напоминаю номер эфира, которым пользуюсь сейчас, мобильный номер, Киевстарк. 096-96-2-66-75. Напоминаю, еще раз повторяю, 096 это код, потом сам номер 96-2-66-75. Вот так вот, и этот же номер Киевстарк использую, как именно банковскую карточку, можно так выразиться. Потому что Киевстарк имеет такую услугу, что деньги, которые вы ложите на этот номер, я имею возможность их употребить в служении Господу. Поэтому вы имеете финансовую возможность такую с любой точки Украины, с любого места Украины, можете положить деньги на этот номер. И через Нову Посту я получаю их для служения Господу. Поэтому вы можете не только в молитвах поддерживать мое служение, православное, евангельское, такое реформаторское служение, но и используя также и финансы. Как проповедники многие выражаются, колеса Евангелия. Действительно, даже без этого технического, и даже вот сегодня там с братьями были, допустим, да, значит, все, поездки, все эти приезды, уезды, это тоже, ну, Бог все обеспечивает, благоставляет. И Бог надо бросает. И так деньги, знаете ли, всякое бывает. Я помню, как, но чаще всего это действует Бог через вот доброходно дающих братьев и сестер. Слава Богу. Был случай, раз там в Туле приехал я, значит, ну, уже последние деньги были на, как знать, что деньги пришли к вам. Если вы ложите их на этот номер, то деньги приходят лично ко мне. То есть этим номером пользуюсь я, значит, в принципе, есть телефоны других наших священнослужителей, вы ими тоже можете воспользоваться, но этот номер непосредственно именно как раз, в общем-то, он у меня. А когда я в Украине, то даже никогда, не только когда в Украине, когда я и в России тоже иногда включаю этот номер, пользуюсь этой услугой. Также и, ну, где бы, даже далеко, в дальнем зарубежье, все равно я могу включать этот номер и через интернет, через, как, личный кабинет или как назвать это правильно. Значит, да. Поэтому, вот, пользуйтесь. И еще, пишите ваши тоже сообщения, я получаю часто сообщения с просьбой, там, помолиться, свидетельства некоторые, значит, хотя, если более подробные, конечно, свидетельства, то лучше писать, конечно, не смс сообщением, вот, там много текста получается, а, значит, на e-mail. Проще всего, как вот сейчас говорят, мыло там, ну, на электронную почту. Вот, пишите. Под каждым видео есть все, там, координаты, как говорится, пароли, явки, адреса, все есть. Вот. И, конечно, если вы в Киеве будете в воскресенье, то приходите на богослужение. Значит, отец Алексей Прошак, наш благочинный священник здесь в Киеве, он вчера был здесь со мной в студии, помните, кто был вчера, подключался вчера. Он был со мной вчера, значит, он является настоятелем здесь церкви. Вот, Христа Спасителя, благочинным нашим священникам, и он проводит эти богослужения. Ну, и последний вот этот месяц я участвую в этих служениях, проповедую Слово Божье, как епископ в церкви. Значит, и адрес нашего служения, тоже напоминаю, если что, значит, или вы будете в Киеве, проездом, может быть, и дело будет в воскресенье, и вы будете думать, а куда же мне пойти, в какое собрание. Вот, можете воспользоваться и этим приглашением, пожалуйста, будем очень рады. Мы гостям очень рады, и верующим с разной конфессией, динаминацией, которые приходят на собрание, и вместе преломляем хлеб, вместе молимся, рассуждаем над Словом Божьим. Значит, арендуем помещение у нас, своего храма пока еще нет в Киеве, поэтому мы арендуем помещение. Возле станции метро Кловская, станция метро Кловская, это центр города, рядом с Палацпорта, если вы ориентируетесь. Метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6, улица Первомайского, 6. Вы можете посмотреть в гугле, это прямо возле метро, в двух шагах. Ну, два дома пройдете, третий дом уже перпендикулярно Кловскому спуску. И это помещение, это здание общества слепых предприятий, УТОС. Так вы заходите через проходную, в воскресенье, в 9 утра начало собрания у нас, раннее служение наше в 9 утра, до 12 часов в наше арендное время там. Каждое воскресенье мы арендуем там помещение. Тоже помолитесь, пожалуйста, о том, что тоже поддержите в молитве, чтобы было свое помещение в полную аренду или собственность даже церковная, еще лучше. Чтобы там и оборудовать можно было все в православной культуре, такой в стиле православном. Потому что пока мы помещение арендуемое, не имеем возможности вот так вот переборудовать под православный храм. Вот. И входите через проходную, я напоминаю, значит, и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. На 4 этаже. Вот. Телефон нашего священника, отца Алексея, который был вчера со мной здесь в студии. Значит, телефон его, тоже Киевстаровский номер. Это 067-323-3121. Легко запомнить, да? 067-323-3121. Так. Да. Это отец Алексей Прошак. Так и запишите. Благочинный священник отец Алексей Прошак. Тоже координаты все есть. В принципе, под каждым видео есть координаты. Не поленитесь, посмотрите. Вот. А мой мобильный номер, который, также я пользуюсь, как вот говорю, любой человек может принять участие и финансово в моем служении, это 096. Кстати, если из-за границы, то не забудьте, там, смс пишите, допустим, то плюс набрать 38. Это код Украины. Плюс 38, а дальше уже номер. Так вот, номер 096-96, еще раз, потом 2-66-75. 096-96-2-66-75. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, и благоставляю всех вас во имя Господне. Пусть действительно Божье Слово оживотворяет народы. Моя мечта, мое служение, ради этой мечты я живу и служу и действую уже больше 20 лет, как реформатор православный, обновленец, как евангелист православный. Это в том, чтобы действительно и множество, великое множество православных стало действительно христианами. Всем нам, и протестантам, и православным, и католикам нужно стать в первую очередь христианами. Потому как православными мы становимся от православной традиции церкви, воцерковляясь, вживляясь, как бы воцерковляясь в православную общину, в православную церковь. Мы перенимаем культуру, мы учимся, мы становимся православными, христианами опять-таки, да, но православными. Значит, от православия мы становимся православными, от католиков, от католической церкви, допустим, да, мы можем стать католиками, от протестантских церквей мы становимся протестантами, но христианами, именно христианами, мы по сути не можем стать ни от православной церкви, ни от католической, ни от протестантских церквей. Потому что христианами мы можем стать только лишь от Иисуса Христа. Только лишь принимая Иисуса Христа как Господа, Бога и Спасителя. Вот это видео я так и назвал. Иисус Христос, Господь, Бог и Спаситель. Если вы смотрели записи со служения, прошедшего уже воскресного служения, 19 число было у нас, ноября, я проповедовал у себя в церкви, здесь, в Киеве. Записи уже все есть на этом же канале, в принципе. Поэтому, кто смотрел, те понимают, что действительно тема очень важная. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, не поленитесь и не пожалеете. Точно говорю, не пожалеете, потому что Иисус Христос действительно есть Господь, Бог и Спаситель. И в этом есть благая весть для нас. Действительно есть Евангелие для всех нас. Потому что даже что Он есть Иисус и есть Христос, Сын Бога Живого, это величайшее откровение, о котором Иисус сказал однажды Петру, помните, да, когда впервые-то прозвучало, воочию, так вот полностью, как исповедание веры. То Иисус воскликнул ему и сказал, блажен ты, говорит Симон, сын Ионин. Потому что, а почему блажен? В чем счастье было блаженство Симона, сына Ионина, Симона Ионовича? В чем было его блаженство, дамы и господа, братья и сестры? А в том его блаженство, что Отец Небесный открыл, не просто плоть или кровь это ему открыли, а Отец Небесный, сущий на небесах, открыл ему это, что Он, Иисус и есть Христос, Спаситель наш, слава Богу. И поэтому величайшее откровение для человека, любого человека на этой земле, разумного человека, есть то, что Иисус и есть тот самый Христос, Сын Бога Живого, что Иисус Христос есть Господь, Бог и Спаситель. И на служении 19-го числа, вот ноября, в это прошлое воскресенье, я проповедовал, читая места Писания, напоминая братьям, сестрам из Евангелия от Иоанна 9-ю главу, 10-ю главу и даже 11-ю главу еще. То есть были чтения из этих глав. И из 9-й главы я читал о чудесном, сверхъестественном, божественном исцелении слепорожденного человека. Шутка ли, друзья мои, такого не было отроясь в Израиле, чтобы слепой от рождения человек, уже будучи взрослым, получил полное исцеление. Бог создал ему глаза, Бог дал ему, по сути, вообще то, чего он был лишен с самого рождения, с утроба матери, с самого начала своего на этой земле, сколько он жил лет, он не видел дневного света. Он не имел возможности, у него не было этого органа, будем так говорить, не было этих глаз, даже если они были, некоторые представляют себе, что они были, но мое понимание, что скорее всего даже и не было. Есть такое, знаете ли, крайне редко, но человек рождается, допустим, без какого-то органа, без чего-то. И это страшно, конечно, представляете, каково было маме, папе, родственникам, всем знакомым, видеть человека, который вырастал на их глазах, стал взрослым человеком уже, и отродясь не видел дневного света, не видел цветов, травы, зелени этой, небо ясного, солнца ясного, не видел этого всего. И когда увидели этого человека несчастного, видимо его зрелище, зрелище было не для слабонервных, я так понимаю, и сказали ученики даже, и они не выдержали, они сказали, учитель, кто согрешил вообще, что за грех произвел это уродство в нем, его ли грех или грех родителей, знаете ли, как обычно люди рассуждают, ну, плотским своим умом, знаете ли, как люди обычно мы рассуждаем порой, вот так и так вот, это по грехам ему, это там еще за то, за то, за сё, мы люди порой очень, ой, скоро на суд и судим о том, что мы вообще даже не знаем даже. Так вот, а Мессия остановил эти разговоры все, гнилые все эти разговоры, эти слова гнилые, остановил их, и сказал, нет, это для славы Божьей, он исцелил человека, он создал ему глаза, он дал ему зрение, дал ему то, чего он изначально не имел вообще, и в этом проявилась божественность Христа, это было настолько ошеломляюще, тем более это было как бы вызовом даже для религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры тогдашнего иудаизма, потому что, дамы и господа, потому что это было в субботу, да, Мессия совершил чудо, это не было нарушением библейской субботы, это не было нарушением заповеди Божьей, но это было нарушением тех человеческих предписаний, преданий, которыми была полна еврейская уже тогда религия, дамы и господа, как и сегодня и христианская религия полна порой, действительно, столько много предписаний, всяких условностей, нарушения которых люди, порой, миллионы верующих готовы воспринять, как именно оскорбление религиозных чувств, и Иисус, Он был первым таким оскорбителем религиозных чувств, знаете ли, почему люди оскорбляются в чувствах своих религиозных, потому что люди оскорбляются от гордыни своей, от невежества, от невозрожденного сердца, знаете ли, от похоти своей, вот от этого люди и оскорбляются, человек возрожденный, рожденный свыше, сызного, человек духовный по-настоящему, ему не за что оскорбляться, он наоборот, он благоставленный со всех сторон, и даже когда гонит и врагов, он не оскорбляется от врагов, он любит и благоставляет, слава Богу. И девятая глава Евангелия от Иоанна, она, конечно, полна этого чуда, она вся пронизана этим, как сказать, посылом, именно таким божественным посылом великой любви. И когда люди, многие, о Боже, они, да, кто-то ожесточается даже от Божьего чуда, а кто-то, наоборот, прозревает, и многие верующие, религиозные люди, набожные люди, которые были с Иисусом, возле Него, почитая Его как Учителя, даже наставника своего, они сказали, учителя, неужели и мы слепы, да, были такие религиозные некоторые люди, возле Иисуса тоже, не просто обычные, простые граждане. Так вот, Иисус сказал им не так, Он сказал им слова, которые просто переворачивают жизнь. С вашего позволения, я прочту из Божьего Слова. Если у вас есть Библия сейчас вот на телефоне, где, то откройте со мной вместе. Сейчас я открою. Так, Евангелие от Иоанна. Так, а глава у нас девятая, самый конец этой главы листаем. Вот, услышав это, сороковой стих, получается, предпоследние два стиха, написано, услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему, неужели и мы слепы? Представьте, они вот так воскликнули. А почему? Потому что Мессия сказал накануне, вот перед тем, На суд пришел Я в мир сей, чтобы не видевшие видели, а видевшие стали слепы. Иисус сказал им в сорок первом стихе, завершающий стих девятой главы. Посмотрите это у себя в Библии тоже. Загладочку сделайте себе. Я в телефоне себе тоже делаю закладки такие как раз. На эти местописания, чтобы потом паки и паки, снова и снова обращать внимание на них, размышлять. И потом делаю еще запись, чтобы вот действительно, чтобы эти размышления, они имели продолжение дальнейшее. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Дамы и господа, братья и сестры. Это, конечно, действительно ужасно. Но и прекрасно одновременно. Я хочу вспомнить сейчас, дамы и господа, братья и сестры, дорогие мои. Хочу вспомнить слова великого проповедника Слова Божьего Чарльза Сперджина. Это в протестантском мире, как у нас в православии, допустим, я златоустый. Это такой протестантский златоустый проповедник 19-го столетия. Очень уважаю тоже этого проповедника, часто перечитываю его послания, его беседы с учениками. Мудрый был человек на самом деле. И действительно златоустый был человек. Так вот, и у него я нашел очень красивое сравнение, которое у отцов церкви, у того же Иоанна Златоустого, у Кирилла Иерусалимского, оно встречается, но очень так вот не развитое это учение. То есть оно как пример есть, а как именно развития этого учения не было. Не нашел я у отцов. А у Чарльза Сперджина нашел некое развитие этого образа. Он сравнил сердца человеческие, слушателей Евангелия, ну, проповедую в своей родной Англии, в Лондоне, он сравнил сердца слушателей, простых христиан, англичан, он сравнил с глиной и воском. Глина и воск. Где-то в полумраке, где-то там, значит, в каком-то состоянии, таком полумрачном, там, допустим, значит, где-то в темноте, где-то там, значит, ну, в такой влажности определенной, в температуре определенной. И то, и другое на ощупь может быть примерно одинаковым. И примерно в одинаковом состоянии. И глина, говорит, значит, и воск. Но стоит, говорит, дальше Чарльз Паржан, пример, дальше приводит, и стоит, говорит, это все вынести на Божий свет, на яркое солнце, уже начнет меняться все. А на самый жар, на самое пекло, это все потом, говорит, поместить, другой пример уже, это все превращается, изменяется, вообще диаметрально противоположно. Воск, он плавится, тает, а глина становится камнем. И вот пример тоже, там, сравнение очень хорошее. Помните сердце фараонова, да? Фараон ожесточал свое сердце. Раз. Ожесточал свое сердце, написано опять. Опять ожесточил свое сердце, фараон, мы читаем. Так жалко слушать этого человека. А потом написано, Бог ожесточил его сердце. Не потому, что Бог плохой, не потому, что Бог был, он ненавидел фараона. Нет. Бог любит. Он всех любит. Но почему же написано, что Бог ожесточил сердце? И вот рассуждение Чарльза Спарджин, других там проповедников, еще читал иную тему. Очень хорошее сравнение. Что он как жар, как солнце приходит. Действительно. И чем ближе Господь к тебе, тем твое сердце, оно либо плавится, как воск, либо ожесточается, как камень. И чтобы Бог не поразил земли проклятием, приходя и благоставляя эту землю. Ведь его благословение порой превращается в проклятие для многих. Его посещение, его присутствие. Он ближе и ближе приходит. Его пришествие ближе и ближе. Это ощущается. И грех еще грешнее становится. Многие сердца еще больше каменными становятся. Обращали внимание, да? А другие сердца, наоборот, плавятся и плавятся. Все больше плавятся от его любви. И пред его пришествием, накануне второго пришествия, благословенного, мы ждем, говорим Господь, быстрее возвращайся. Скорее, Господь, гряди Иисус. Мы ждем этого пришествия. Все нормальные христиане, независимо от конфессии, динаминации, ждут этого пришествия. Не дождутся. Уже два тысячелетия мы ждем. Мы говорим, гряди, Господи Иисусе. И в последние эти времена, и Дух, и Святой, и Церковь будут взывать одно и то же. Не кто в лес, кто под ровая. Не как лебедь, рак и щука. А будут говорить одно и то же. И Дух Божий, и Церковь Божья. Это благословенное время последнее. И Дух, и Церковь будут, невеста будут говорить одно и то же. Говорить, гряди, Господи Иисусе. Церковь как блудница, конечно же, будет всячески избегать этого. И наоборот, отсрачивать пришествия Христа. И бояться пришествия Христа. Страшиться, ну, понятно. Знаете ли, на варе шапка горит. Но, как Церковь, как невеста, будет действительно все больше и больше воспаляться этой любовью к возлюбленному. И ожидать его блаженного возвращения. Как в той песне поется по книге Шир Гаширим, Песни песней. Мой возлюбленный прекрасен. Паче тысячи других, ведь его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, вот он идет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, вот он идет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому. Аминь. Дамы и господа, братья и сестры, и это видео, этот прямой эфир я обозначил словами. Иисус Христос, Господь, Бог и Спаситель. Господь, Бог и Спаситель. Но я хочу кое-что еще сказать. Продолжив эту фразу, хочу напомнить другого протестанта вам. Я очень люблю христиан разной конфессии, динаминации цитировать. А этого протестанта номер один, будем так говорить, его вообще грех не процитировать, что называется. Тем более в год 500-летия, с этим началом Великой Реформации и обновлении мирового христианства, его цитируют очень часто. Да, вы правы. Идет, я думаю, многие догадались уже, идет речь о Мартине Лютере, великом немецком реформаторе, великом сыне великого немецкого народа. И, дамы и господа, братья и сестры, Мартин Лютер, интересно, говорил примерно так, рассуждая на эту тему, что Иисус Христос, верить, признавать это, исповедовать, да, что Иисус Христос, это Господь, Бог и Спаситель, наш. Это, говорит, само по себе не спасительно. И, как бы, так грубо говоря, как бы, оно ничего не дает человеку. Сильно-то, особенно, ничего не даст. А вот дальше он рассуждает. Но, говорит, признавать, что Иисус Христос, Сын Бога Живого, Иисус Христос, Господь, Бог и Спаситель, лично мой, не просто наш, не просто общий, не просто за всех он умер, а лично за меня, он лично мой Господь, он лично мой Бог и Спаситель. Вот это, говорит, уже есть спасение. В этом есть спасение для нас. И сегодня, пять столетий спустя, после этого рассуждения Мартин Лютера, я скажу, да, жизнь показала, действительно, это правда. Потому что Божье Слово первое говорит об этих вещах. Христос вас, упование, славы. И Он хочет быть Господом Спасителем не просто всех скопом, а лично каждого из нас, меня, тебя, каждого из нас в отдельности. И вот это сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Поэтому я настоятельно рекомендую всем сегодня, всем людям, как говорится, доброй воли, исповедовать Иисуса Христа своим Господом, Богом и Спасителем. Не просто общим нашим даже Господом, Богом, Спасителем, а лично каждого из нас Господом, Богом и Спасителем. Он является, слава Богу. И вот это уже спасение. Богдан Садовой пишет, значит, как это осознать без его помощи. Не совсем понял ваш вопрос, как осознать без его помощи. То есть, самостоятельно в смысле, без его помощи, без помощи Бога в смысле, да? Если я правильно понял ваш вопрос. Ну, думаю, это, ну, даже как-то глупо даже. Это невозможно вообще. Потому что мы им живем и движемся существуем. Вот, потому что то, что наше осознание... А, пишет Богдан Садовой, пишет, да. Значит, именно я правильно понял его вопрос. Вот. Я Богдану хочу спеть песню эту. Это будет ответ. Это будет трудно. Нет, это не трудно. Это невозможно. Это не трудно. Это невозможно. Я спою вам... Отвечу вам песней. О, благодать спасен Тобой. Я из пучины бед. Был мертв, но чудом я живой. Был слеп, но вижу свет. Аминь. Я думаю, в словах этой песни, этого куплета как раз ответ для всех нас. И пусть действительно Божье чудо совершается в наших судьбах, в наших душах. И пусть чудо обращения совершается в наших судьбах духовного возрождения. Потому что без этого Иисус сказал, должно быть вам родиться свыше. Должно обратиться действительно и быть живым. Но без действия Божьей благодати это невозможно. И 2000 лет назад ход мировой истории был переломлен. Был изменен кардинально. Наступило время благодати. И поэтому сейчас действительно нам, счастливчикам и везунчикам, повезло жить в это время благодати. На протяжении этих 2000 лет благодать ведет ко спасению, к покаянию. Вообще, это поэтому Бог действительно совершает в нас и через нас великое чудо. Слава Богу. Восхваляю Божью благодать и благодарю Бога за спасение, за дар вечной жизни во Христе Иисусе. И что Иисус Христос есть Господь, Бог и Спаситель. Это откровение самого Бога. Поэтому блажены те из нас, что действительно счастливы. Те из нас, что это верят, это принимают, это верой живут. Эту веру своими устами исповедуют. Давайте скажем все вместе такие слова на самом деле. Как один. Давайте скажем. Умом предельно понятно. Умом не понять. Оршином общим не измерить. Это благодать. В благодать можно только верить. Давайте мы скажем такие слова. Иисус Христос. Иисус, Ты есть настоящий Христос. Подлинный. Спаситель мира. Христос. И Ты есть мой Господь. Бог мой. Спаситель мой. Вот это исповедуйте. Благодарите. Есть Иисусова молитва. Я этой теме посвящаю отдельные семинары, конечно. Очень сильное исповедание имени Господнего. Повторяйте это. Часто еще называлось имя славцы в православии еще сто лет назад. Мы говорим Иисус, Иисус, Иисус. Господь, говорю, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Хвала Тебе. Господь и Спаситель мой. Иисус Христос, Сын Божий. Слава Тебе. Размышляю так. Идешь по дороге ли, ложишься ли спать, встаешь ли с постели утром. Первые свои мысли и последние свои мысли. На протяжении всего дня мысли свои, ночные наши мысли. Обращаем к Нему и говорим про себя, в уме своем. Или уже, если есть возможность, допустим, то и устами своими говорим. Господь и Спаситель мой. Иисус Христос, Сын Божий. Слава Тебе. Господь и Спаситель мой. Иисус Христос, Сын Бога Живого. Хвала Тебе. Размышляйте об имени Христа. Размышляйте об Иисусе. Исповедуйте часто сладчайшее имя Иисуса. Мне очень нравится это. И многие протестанты удивляются. Я когда общаюсь с протестантскими верующими разной конфессии, я им рассказываю часто, что у нас в православии есть вот такой Акафист. Называется Акафист Иисусу Сладчайшему. Многие удивляются. Как так? Говорят, да. Мы православно называем его сладчайшим Иисуса. Многие удивляются. Не может быть. Говорят, да. Мы называем его сладчайшим. И один из самых моих любимых гимнов Акафистов именно Иисусу Сладчайшему. Я переводил также и на русский язык современный уже. И недавно снова редактировал, издавал этот Акафист. Очень рад тому, что действительно мы можем исповедовать Иисуса Христа Сладчайшим, Господом, Богом Спасителем. Его тело есть истинно, есть хлеб наш, жизнь наша, пища наша, его кровь есть наше питье. Рассуждаем о теле крови Христа и причащаемся ежедневно в этом хлебопреломлении. И действительно, его тело есть наша пища для христиан, его кровь есть питье наше. И молясь в хлебопреломлении, вот сегодня снова вечером будут после сразу эфира, вновь совершая хлебопреломлении в Харистию Божественном причастие, то я провозглашаю, что и сотвори Господи, говорю, хлеб сей честным телом Христа Твоего, а то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. И дальше, говорю, приложив это Духом Твоим Святым, благоставив это Духом Твоим Святым. Благостави, Господь, это хлебопреломление в Харистию причастие. И принимаю с благодарением Богу. Поэтому Евхаристия это по-русски благодарение, восхваление, хвала, благодарение Господа. И совершаю божественную Евхаристию. Хлебопреломление причастия у нас в православии называется Евхаристия. Божественная Евхаристия совершается. Хлебопреломление причастия. Потому что Иисус Христос, когда на той последней вечере своей, с учениками своими, это был последний пасхальный ужин, седр Ветхого Завета. И уже первый, уже Нового Завета Он сказал, взяв последний бокал, когда уже все было съедено, выпито, на столе уже ничего не оставалось. Они уже съели это животное, много мяса было, овощей, горьких трав этих, значит, да, значит, 4 бокала вина, 4 тоста поднималось. Вот, и каждый тост, он имел свое значение определенное. Это пасхальный седр называется, вечеря пасхальная. И последний бокал, последняя чаша, она наливалась, конечно же, но она символически украшала стол. Никто до Иисуса, однозначно, никто не поднимал никогда в истории Израиля, самых Моисеевых времен, не поднимал этот бокал. Он считался во времена храма бокалом Мессии, бокалом Христа. Да, евреи верили, с самого нежного возраста, они верили, что однажды придет Машеах, придет Христос, помазанник, и он поднимет этот бокал, и начало своего царства, государства объявит, царство мессианское объявит. И верили, что это бокал мессианского царства. Вот, во времена уже более поздние, средневековые, талмудического иудаизма уже, этот бокал переименовали, его назвали бокалом Илии, пророка, Илияху. Но также, даже до сих пор в традиционной синагоге, также люди верят, что Илия войдет и поднимет бокал, последнюю чашу после вечера, и он провозгласит начало не своего царства, государства, а мессианского царства, опять-таки. Укажет не на себя, а на Машеаха, укажет на Иисуса Христа. И Иисус на том последнем пасхальном вечере той Ветхого Завета, и уже первой, уже Нового Завета, после вечера, когда уже все было съедено, выпито, он поднял вдруг этот бокал и сказал, «Это есть чаша, Новый Завет в моей крови, которая проливается за вас». Он взял хлеб, последних кусочек мацвик, что оставался, последних кусочек хлеба, что оставался там, афикаман так называемый, афикаман, тот, кто придет, должен прийти, пришел. Это греческое слово, вообще-то, оно не, знаете ли, не еврейское, вообще-то, вообще не еврейское слово. Оно до сих пор, даже, в принципе, загадка для многих хоровинов, почему используется испоком веков греческое слово на пасхальном еврейском седоре, обращая ваше внимание. По-моему, это очень однозначно указывает ныне уже, ну, задним умом уже умным быть хорошо, конечно. Вот мы можем так рассуждать уже, но сегодня для меня уже очевидно, как для христианина, что здесь имеется в виду греческие Новые Писания, Нового Заветные Писания, и что Иисус, Он для всех народов. И действительно, Новый Завет был написан, вдохновлен Богом быть написанным не на еврейском, хотя, конечно же, апостолам было более сподручно писать на своем родном еврейском языке, но именно на греческом языке. Потому что мир был эллинизирован, ну, римский мир, это тоже самое, некое продолжение эллинского мира, будем так говорить. Вот так вот, дамы и господа, братья и сестры. Вот, и Иисус преломил хлеб и сказал, последний кусочек этот афикаман, и дал ученикам и сказал, это есть мое тело, мое тело ломимое за вас. И достойное рассуждение сегодня для всех верующих, это то, что действительно кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, мы спасены. Я знаю это, я провозглашаю это на каждой Евхаристии Божественной, на каждом хлебопреломлении, причастие тела и крови Христа, прежде чем вкушать тело и кровь Христа, и во время вкушения самого, я размышляю, и после вкушения уже тела и крови Христа, я провозглашаю, что кровью Иисуса Христа, ломимым телом Его, я спасен, в вечности спасен, я спасен совершенным образом, потому что спасение это дар Божий во Христе Иисусе, вечная жизнь во Христе Иисусе, вечное счастье во Христе Иисусе. И я провозглашаю также, что я не только от грехов своих спасен, да, это однозначно, это аксиома, евангельская, библейская аксиома, знаете ли, даже это не теорема, это аксиома, потому что дар вечной жизни во Христе Иисусе, как дар Божий. И я знаю, что Бог простил все грехи мои, и которые были когда-то, и которые есть сейчас, и которые будут в моей жизни до последнего моего издыхания. Христос взял на себя все это, и в этом счастье, знаете ли, нет никакого осуждения теперь мне, живущим во Христе Иисусе, я за это Богу благодарен, очень сильно, всю вечность буду благодарить Богу за это, вот это одно. А второе, что, знаете ли, что не только грехи мои Он взял на себя, но и мои болезни, и немощи, да, и блаженно не видевшие, но уверовавшие, слушайте, даже когда еще есть немощи и болезни, мы все равно смотрим на невидимое, мы называем несуществующих, как существующие, провозглашаем, да, хотя порой и возникают некие сомнения, у каждого дома христианина такое возникает, безусловно же. Вот, значит, и, думаю, надо же, вот, как бы, опрощены ли, прощен, я прощен полностью, я говорю это на основании Слова Божьего, я, а где-то кольнул, а где-то заболел, нет, я здоров через кровь Иисуса Христа, не напрасно же Христос умирал, слушайте, вот. Не напрасно он пострадал, хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ей я сделан снега белей. Позабытый вечным отцом, кровь свою Христос проливал, на кресте стерновым венцом, не напрасно он пострадал. Я люблю петь разные гимны, псалмы, православные, протестантские, католические, где говорится о крови Христа, эта тема бездонная, безграничная. Им надо достойно рассуждать о теле крови Христа, что и ранами Его я исцелен, и благоставлен во всех сферах жизни. И даже если сейчас пустой кошелек, знаете ли, я провозглашаю, что да, я ранами Иисуса Христа, телом ломимым Его, я обогащен и материально, и духовно, и душевно, со всех сторон, я благоставлен. Благоставлен кровью Иисуса Христа, благочестив, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И это через кровь Иисуса Христа, даже если по-человечески, вот чисто как бы, порой это звучит, конечно, может быть, глупо для кого-то, но все наперекосяк. Верующий, все равно полный оптимизма. Проханов Иван Степанович сто лет назад говорил, христианин, поэтому, говорит, неисправимый оптимист. Христианин, неисправимый оптимист. Наши братья и сестры, старшие, еще первые столетия, могли даже впасть львам голодным, растерзающим их, смотреть и улыбаться, и славить Господа Христа. Знаете ли, потому мы знаем, что действительно благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар, совершенно спасены. Какая-то есть песня такая, тоже евангельская, протестантская церковь, часто ее пела, а в конце 90-х я слышал эти песни часто. Там, все совершил он, нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не влавствует теперь, Иисус Господь наш, о, аллилуйя, он наш спаситель, и он царь царей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь над всей землей. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, братья и сестрички, будьте благословенны, счастливы, живите в любви Божьей, ведь любить Бога и любить окружающих, это наивысшее счастье. Мне очень жалко, что очень много неверующих людей на этой земле действительно не видят этого счастья, в упор не видят, и даже многие люди порой годами живут и не видят, какое небо голубое, какая трава, какие листья. Это часть проклятия человеческого, знаете, люди живут в суете, не замечают, не наслаждаются этой жизнью, люди в грехе живя не видят счастья в этой жизни земной, не говоря уж про вечность. Но и счастье здесь на земле, и вечности впереди, оно открывается через Христа Иисуса, через Божью любовь, любящее сердце. Бог доказал к нам свою безграничную любовь, отдав свою жизнь, свою кровушку за нас, пролив. Слава Богу! Благоставляю вас во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам, дамы и господа, братья и сестры. Вот, и с миром Божьим, дорогие друзья. Напоминаю, по скриптуму уже напоминаю, что воскресенье богослужение у нас, как обычно. Вот, значит, и благоставляю всех, как сейчас говорят, партнеров, но мне больше нравится слово «братство». Благоставляю всех, кто братьев, сестер, кто и молитвенно, и финансово участвует в моем служении. Все координаты есть под этими видео всеми. Вот, напоминаю, что телефон в Украине, вы можете быть участниками моего служения, украинской реформаторской православной церкви и моего служения лично, как архиепископа, положив деньги на номер Киевстар 096 96 2 66 75. Еще раз, 096 96 2 66 75. Пусть Бог благословит вас во имя Господне, с миром Божьим. За Голгофу, за кровь, я тебя...